Сегодня мы повторим то, что было в самом начале. Что-то у меня криво скопировалось, пардон. И после этого мы продолжим говорить о теме сегодняшнего занятия. Это будет в основном self-service learning. А после этого мы еще немножечко затронем такую интересную вещь, как работа с графами. Но ее буквально чуть-чуть пробежимся. Так, значит, в прошлый раз мы с вами обсуждали, что трансформеры можно применять очень по-разному. Но есть две модели, которые по своей природе очень интересны. На самом деле тут самое интересное, наверное, это Берд. Чуть менее интересные GPT. Чем же они интересны? Тем, что в Берде у нас цель стоит не научиться решать какую-то одну задачу, которая реально применяется на практике. Обычно мы привыкли, что нейронные сети, ну и в принципе методы машинного обучения, мы им даем данные, мы им даем там ответы, и получаем, ну, собственно, модель, которая умеет решать ту или иную задачу. Ну, либо, что тоже так, а надо еще видео включить, а видео... Так, а камеру мы подключили? А, ну все, так, уйти. Хорошо. А, все, супер. Все, хорошо. Так, в общем, да. А здесь у нас, ну и у нас плюс еще были данные супервайст-методы, которые просто умели нам там красиво данные представить. И кроме этого была еще одна история, которая здесь, конечно, не показана, но можно ее легко вспомнить, что у нас были автоэнкодеры. Еще, то есть у нас было, когда мы на вход нейросетки даем объект, возможно, с какой-то дополнительной информацией, возможно, чуть-чуть этот объект может быть немножко там деформирован или что-нибудь еще, он пропускается через некое бутылочное горлышко, то есть через слой, где у нас мало информации, сильно меньше, чем на входе. А потом у нас вторая нейросетка, декодер, восстанавливает х в той или иной мере. То есть у нас была такая вот задачка одна интересная, но она была вот такой отдельной. Просто восстанови вход, пропустив его через пространство низкой размерности. А вот с Бертом тут совсем интересно, потому что мы учим вроде бы и не такую задачку, но очень сильно похожую. То есть мы даем на вход. Я напомню, как мы обучились. Значит, у нас задача выучить представление токенов, чтобы у нас хорошо токены представлялись, чтобы у нас, когда мы подаем на вход вот эти токены, которые просто закодированы из слова, к которым мы добавили позиционный эмбейдинг, то есть то, как именно, в какой позиции предложения они находятся, по сути, мы сказали, нейросетки. А теперь мы хотим, чтобы на выходе нейросетка нам из этих токенов создала что-то осмысленное. То есть чтобы у нас док это просто не значило, просто там цифра 5 и что она там стояла на третьем месте, а чтобы это было что-то интересное, там, что это именно собака, что она похожа там на кошку в чем-то, и так далее, это тоже домашнее животное. И как мы эту задачу решаем? Мы ее решаем таким методом, придумав самим себе задачу, по сути. То есть мы дополнительную задачу. Что мы делаем? Мы берем и нейросети на вход подаем предложение. Но в этом предложении, как я напомню на всякий случай, мы часть токенов маскируем, то есть не говорим, что они есть вообще. Для части токенов мы заменяем, например, ту же собаку на кошку. Ну, на самом деле, просто случайным токеном часто заменяем. И еще часть токенов мы оставляем без изменений, просто чтобы наша нейросетка умела и отличать ситуацию, когда ничего не поменялось. И дальше мы там берем и попросим нейросетку нам, соответственно, восстановить, что было изначально. То есть нам нужно сказать, что на месте замаскированных токенов у нас были такие-то токены, такие-то токены были изменены. И на самом деле там стоит то-то же, а какие-то токены остались неизменными. Ну и вот нейросетка должна это уметь выучить. Причем она должна это уметь выучить очень интересным образом. То есть, опять же, мы просто берем и на эмбейдингах, которые она нам выдает, после того, как мы через нее пропустили токены, мы на этих эмбейдингах специально закрепляем еще маленькую сеточку, которая будет по каждому эмбейдингу предсказывать, а что же там, что же этот эмбейдинг, какому он слову соответствует. Причем вот мы эту сеточку, на самом деле, в итоге уберем. Она нам не нужна для решения реальных задач. Она нам нужна исключительно для того, что... Ну вот тут вот. Иосетка, эта сеточка нам не нужна для того, чтобы предсказывать, что там, собственно, было. И, ну, по аналогии, ее, в принципе, можно, конечно, назвать декодером. То есть, у нас есть энкодер, есть декодер. Но, по сути, нам декодер не нужен будет во время уже, собственно, работы с обученной сеткой. Ну и, кроме того, я напомню, что там было две задачи, на самом деле. То есть, мы еще... Вот этот у нас был классификационный токен, и мы хотели, чтобы в нем нейросеть поместила информацию обо всем предложении в принципе. То есть, например, там, о той же... Пардон. О той же... Там, о той же была ли Наташа Ростова в этой-то главе «Войны и мира». Напоминалось ли они в этом абзаце и так далее, и так далее. Вот. И как мы этого добивались? Мы, на самом деле, просто добавляли еще одну задачу, что, причем тоже, ну, по сути, ту, которую вы очень редко встретите в реальности, кроме, там, возможно, проверки, там, является ли предложение вообще хоть как-то... Абзац текста, который вам дали, хоть как-то связанным, что вам просто даются два предложения, и вам нужно предсказать, следуют ли они друг за другом в реальном тексте или нет. Вот. И мы понимаем, что там, если... там, условно, там, моя кошка, там, черного цвета, она любит есть консервы, это, то есть, скорее всего, одно предложение за другим следует. А если там, типа, моя кошка черного цвета, а я вчера поливал розы, скорее всего, эти два предложения друг за другом не следуют. Вот у нас нейросетка должна тоже научиться это отличать. То есть, у нас, получается, вот две задачи, которые в реальности не существуют. То есть, в реальности, у вас никогда такой задачи перед нейросеткой, кроме очень специфичных историй, не возникнет. Это что очень важно понять. Потому что некоторые люди искренне считают, что вот эта проблема, которая называется Masked Language Problem, когда мы берем часть токенов, закрашиваем, она реально нужна там зачем-то, я не знаю, там, дополнять то, что ввел пользователь, еще что-то. Ну, нет. Обычно это не требуется, и обычно в той постановке, то есть, пользователь должен, что, вводить часть слов забывать ввести, часть поменять. Ну, это странно просто. То есть, в целом, вот то, чему мы учим нейросетку, оно само по себе не нужно. Но в ходе того, в ходе самого обучения мы получаем эмбейдинги, которые очень хорошо работают для других задач. То есть, мы можем там, ну, опять же, допустим, нам все-таки нужно классифицировать право предложений. Мы это можем делать. Мы можем классифицировать одно предложение внезапно за счет того, как мы подавали input. Мы можем делать теггинг изображения предложения. То есть, мы можем предложение разметить, где у нас там подлежащее, где сказуемое, где там интересная конкретно нам информация и так далее, и так далее. Ну, и кроме этого, мы можем отвечать на вопрос, как это делается. Мы нейросети подаем на вход вопрос и подаем параграф текста, в котором содержится ответ на этот вопрос. Параграф при этом может быть достаточно большим. И она просто в этом параграфе пишет, что, ну, вот с такого-то по такой-то у нас, с такого-то токена по такой-то у нас содержится ответ. Вот, понятно, что она это часто не может сделать прямо с нуля. То есть, просто мы обучили нейросетку на одних задачах, а на этой она там сразу нам токены выдаст. Но факт в том, что мы, взяв вот эти представления, можем сделать буквально на небольшом датасете, и мы это делали на семинаре, сделать уже вот решение вот такой задачи. Ну, и более того, можно делать даже так называемый zero-shot learning, когда вы вообще не учите сетку дальше, а вы просто используете эмбейдинги, которые она дает, например, для того, чтобы сравнивать предложения из разных языков. То есть, вы изначально учились на датасете, в котором там были и предложения на английском, и предложения на французском, при этом между ними даже не было сопоставления. А нейросетка вполне может в итоге выучить, что у вас вот предложение, которое говорит о кошке, которое черного цвета, на английском, оно очень похоже на предложение на французском, которое говорит о той же кошке. Вот. Ну и мы говорили, да, что есть разные дополнительные истории. И, кроме того, мы также с вами говорили про GPT, он в этом плане менее интересен, потому что все-таки задача, которой мы его учим, она действительно при генерации используется. Какая конкретная задача? Мы подали тебе на вход предложение, сгенерируя следующее слово в этом предложении. И вот так вот мы будем нейросетку учить. Потом мы можем ее в прямом смысле именно так и использовать. Собственно, как GPT работает, вы ему там можете дать кусочек текста, можете дать вопрос, а он дальше вам сгенерирует на этот вопрос ответ, он вам сгенерирует продолжение предложений и так далее, и так далее. У вас также работала эта балабоба от Яндекса, которая генерила там продолжение анекдотов, например, и так далее, и так далее. Вот. Но внезапно оказывается, что даже вот в этой ситуации вы, в принципе, можете использовать GPT для каких-то других задач, причем не сильно ее дообучая даже. То есть, например, вы можете написать вначале какое-то требование, что типа, напомню, как звучит первый закон робототехники. И вам GPT действительно вот обученное восстанавливать, что идет после слов, которые ей подали, она сможет и напомнить вам, о чем состоит первый закон робототехники. И, кроме этого, можно делать кучу других задач, то есть, можно, опять же, использовать эмбейдинги, которые выучила GPT для классификации, можно использовать для того, чтобы сравнивать предложения, можно использовать для того, чтобы делать ответы на тестовые вопросы, и так далее, и так далее. То есть, опять же, получается, что вы придумывали какую-то задачку, эта задачка в данном конкретном случае имеет практическое применение, но в результате вы используете обученную нейросеть, и для других задач, просто потому что в ходе решения задачи, которые вы придумали, она придумала какой-то красивый эмбейдинг. Вот. И тут мы подходим к такой области, которая вот сейчас находится на пике, так сказать, интереса. Это self-supervised learning. Ну, на самом деле, он на пике интереса был год назад, сейчас диффузионные модели больше, как бы, тех интересуют. Но эта тема продолжает быть очень перспективной. Значит, и в чем она состоит? Стоит она в том, что, вообще говоря, у нас очень по-разному могут выглядеть наши, только какую задачу мы решаем. Значит, с одной стороны, у нас может быть вот эта классическая задача машинного обучения, откуда оно, в принципе, пошло. Оно заключается в том, что нам дали датасет, который размечен, и мы должны как-то научиться там объекты одного типа отделять от объектов другого, ну, либо там регрессионную какую-то задачку решать. Вот. И в этом случае у нас есть только размеченные объекты, и мы учимся их классифицировать там, регрессию и так далее. То есть это вот полностью supervised learning. Вторая история, которую мы с вами тоже подробно достаточно разбирали, это unsupervised learning. То есть когда у вас объекты не размечены никак, но вы в ходе того, вот как вы учите нейросеть, вот этот автоэнкодер, собственно, почему мы о нем вспоминали, вы получаете какое-то представление данных, которое, в принципе, их друг от друга отделяет. Ну, в частности, кроме автоэнкодеров, у нас с вами был UMAP, у нас с вами был PCA и так далее, которые тоже решали на самом деле в том или ином виде, ну, PCA решал в том или ином виде задачу восстановления просто объекта, которые ему подали на вход. Он, на самом деле, в этом плане очень похож на автоэнкодеры. И вот тоже у вас в итоге вы получали представление, с которым можно интересно работать. Ну, с UMAP вам тоже похожая история. То есть у вас, опять же, у вас нет какой-то, у вас нет каких-то меток, у вас просто признаки объекта, вы хотите в этих объектах найти какие-то новые сущности, сделать кластеризацию этих объектов и так далее. Вот. Допустим, у нас есть, как бы, еще одна история, которая часто, на самом деле, возникает в биологии. Допустим, у вас есть объекты, их много, на самом деле, у всех реально много, но, к сожалению, размечена из них только часть, а вам нужно научиться размечать их все. Вот если у вас даны только вот эти две точки, ну, или, скажем, там, у вас будет чуть-чуть больше точек, то есть у вас, во-первых, вам известны вот эти две точки и известны вот эти две точки. Тогда как провести линию, абсолютно непонятно, которая их будет разделять. Ну, то есть, скорее всего, у вас там любой, любая модель, плюс-минус нормальная, проведет линию просто вот так вот. Ну, потому что действительно они тут почти параллельны друг другу, просто берем, проводим линию, которая разделяет, и вот она хорошо решила задачу. Или там как-нибудь вот так мы их разделим. Ой, пардон. Ну, то есть, непонятно на самом деле, как их конкретно друг от друга отделить, но вот до решения, которое реальное, которое правильное, которое вот так вот аккуратно все проводит, мы очень вряд ли додумаемся, несмотря на объекты. Если мы не будем смотреть на объекты, которые не размечены. И вот здесь возникает слияние как бы супервайз-трансупервайз-подхода, которое заключается в том, что давайте мы возьмем какую-то там часть супервайз-лосса, которая там на восстановлении объектов, на то, чтобы у нас там объекты с близкими свойствами находились там в каком-то пространстве, ну, каком-то слое нейросетки, они находились как бы близко. Вот давайте мы вот эту часть скомбинируем с частью, которая, собственно, классифицирует все. То есть у нас на самом деле, наше в тринкодерах будет, ну, на тринкодере это легче всего показывать. Значит, у нас есть супервайз-часть, и мы вот засовываем, значит, у нас есть вот это внутренняя бутылочная горлышко, мы в него подаем x, и хотим на выходе тоже получать x. Ну, допустим, это самый простой вариант. То есть просто хотим, чтобы нейросетка, ну, выжимала вот в этих признаках то, что самое интересное про них. И вот в эту часть нейросетки, вот в эту часть лоса вы можете подавать все объекты, и серенькие, и размеченные. Понятно? Ну, просто потому, что вам не нужна тут метка. Вот. А вторая часть, которую вы тренируете, и вы ее можете тренировать одновременно, что часто делают, либо тренировать уже чуть попозже. это у вас есть тоже какая-то сетка, в которую вы направляете вот этот эмбейдинг. Ну, обычно, ну, лучше, конечно, не разместить, потому что тут могут быть нюансы. И вот эта сетка должна предсказывать уже y, то есть метку. Вот. И у вас нейросетка одновременно учится, получается, вот эта часть и вот эта часть. Вот. Мы с вами, на самом деле, похожую историю видели, когда у нас лос какой-то накладывается, у нас с adversarial автоэнкодерами, которые скрещенные ганы и автоэнкодеры, у нас была похожая часть. У нас на вот эту штуку мы просто накладывали дополнительный лос, чтобы у нас там распределение здесь было какое-то специфическое. Ну, вот точно так же можно требовать, чтобы вот это вот внутреннее представление позволяло не только хорошо восстановить сам объект, но предсказать какую-то метку. Вот. Это может работать действительно лучше, чем если вы просто возьмете неразмечен... ну, вот эти маленькое количество размеченных данных, просто потому, что у вас будет учитываться вот эта вот часть. Есть не только нейронные сети, которые это учитывают, но большая часть методов, которые хорошо работают, они, по-видимому, все-таки на нейронных сетях основаны. Есть semi-supervised градиентные бустинги, есть там semi-supervised learning. То есть есть такие штуки, которые пытаются тоже учитывать вот эти неразделенные объекты, но прям вот чтобы они получили большое распространение, ну, по-видимому, нет. Всящий в научной среде. Бывает, что вы получаете имбейдинг нейронной сетью, а дальше уже используете какой-то метод традиционного машинного обучения, но чтобы весь semi-supervised learning делать традиционным методом, такое все-таки встречается достаточно редко. Ну, хотя, ну, одним. Есть вариант очень такой банальный и простой. Просто берете и учите модельку кластеризации, кластеризовывать ваши объекты. И вот она всем этим объектам назначит кластер один, а всем вот этим объектам она назначит кластер второй. И вы просто вот эти номера кластеров посылаете в следующую модель как, собственно, как признаки. И внезапно это очень сильно может улучшить качество модели, при этом дешево, и на самом деле, ну, нейронную сеть вы привлекать не будете. Так, хорошо, значит, с этим понятно. И вот тут вот такой странный зверь, который очень странно покрашен, это self-supervised learning. Значит, его на самом деле очень тяжело отличить объективно от unsupervised learning, ну, потому что на самом деле название достаточно хайповое во многом просто. Идея этой истории как раз-то та, на которую я обращал внимание в верте. Нам нужно выучить какое-то красивое представление вот здесь, которое мы дальше будем использовать для решения реальных задач. У нас изначально, вот в отличие от semi-supervised learning у нас задача выучить хорошее представление, которое потом может быть использовано для других задач. То есть вот мы выучили это представление, и мы изначально его учим, чтобы мы могли его легко перенести на очень большую область задач. Не на одну, там, не на две, а на большое количество. Вот, при этом задача, ну, и как бы нам это нужно как-то этого добиться. Но тут несложно заметить, на самом деле, что от супервайса какие-нибудь автоэнкодеры, они во многом входят в self-supervised, по сути. Потому что, опять же, автоэнкодер, у него какая задача? Сжать представление, прожать его, и из XA получит, собственно, X. Это абсолютно дурацкая задача, которая в реальности нам нафиг не нужна. Вот именно в такой постановке. Если бы у нас был X хотя бы зашумленный, еще ладно бы. Вот. Но при этом в ходе вот обучения такой абсолютно ненужной в реальности задачки, автоэнкодер вполне может вот на вот этом слое, в бутылочном горлышке, он может выработать какое-то интересное представление. То есть, на самом деле, разница между supervised и self-supervised, ее сложно иногда найти. Но здесь все же вот главный акцент делается на том, чтобы там не что-то там визуализировать или разделить, а чтобы, в принципе, научились решать большой спектр задач. Ну, хорошо, а как это нам сделать? У нас задачка изначально ставится, что либо нам неизвестны метки, либо нас просят их не использовать. Почему? Потому что на самом деле, если вы возьмете, например, какой-нибудь ImageNet, то есть, ну, датасет с классами объектов, с картинками и так далее, и просто начнете учиться на всей этой истории классифицировать изображение, то у вас очень быстро вся информация, которая останется, будет оставаться в нейросетке после нескольких слоев, это будет исключительно информация, которая помогает классифицировать изображение на эти тысячу классов. У вас полученное представление, оно плохо будет работать, если вы захотите там его использовать для того, чтобы обучиться классифицировать на сто других классов. Понятно? То есть, вы, на следующий раз, оно будет работать хуже. Я про это немножко скажу, как в конце, не забуду, но как бы идея в том, что обычно вот этот супервайз обучения, оно, к сожалению, заставляет нейросетку забывать часть признаков, которые были бы в иной истории важны, но конкретно для этой не очень нужны. Поэтому вместо этого мы придумываем просто какую-то задачу, которая нам кажется разумной, но при этом она не обязательно реально должна... То есть, она разумна в плане требований от модели, которая понимает, чем она работает. То есть, это абсолютно разумное требование, чтобы сетка, которая, допустим, начала понимать там английский язык, могла вставить пропущенные слова. То есть, это есть там в тестах по ЕГЭ, вставить там слово в нужной форме. Почему не можем требовать этого от нейронной сети? Можем. И мы понимаем, что если нейросетка научилась решать эту задачу, то скорее всего она действительно начала понимать, ну, в той или иной мере английский язык. То есть, она сформировала его хорошее представление. Аналогично там с классификацией, опять же, идет ли одно предложение за другим, это можно там у маленького ребенка спрашивать. Мы тоже ожидаем, что если маленький ребенок научился решать эту задачу, то он сможет решать и задачу более сложную. Ну, и как бы он понимает, в принципе, что... Он понимает, что он читает. То есть, это тоже есть такие задачки, там, типа, что было в тексте вообще. Можно такие задачи придумывать и для изображений, и на самом деле таких историй было очень-очень много, и они сейчас есть. Значит, вот допустим, вот у нас есть изображение, мы хотим придумать какую-то вот задачку, которая поможет нам для изображения придумывать хороший эмбэдинг, вот для кусочка изображения. Как бы это сделать? Давайте просто возьмем изображение, нарежем на куске. Ну, на самом деле они вот так вот нарезались, но мы их перемешаем. То есть, у нас они были в нормальном порядке, мы их перемешали. А теперь задача нейросетки расставить их по порядку. То есть, просто сказать, какой он идет там, этот первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Какой из них какой? Понятно? Вот. То есть, по сути, собрать пазл. И оказывается, что опять же нейросетка, которая научилась решать такую задачу, она выучивает представление, которое потом может быть использовано для других задач. Ну, то есть, как мы это будем делать? Мы... Давайте я тут нарисую лучше еще раз. На всякий случай, если как бы непонятно. Мы обучим нашу нейросетку, как-то. Вот она выучила вот это представление. Откуда мы его будем брать? С какого слоя нейросетки? Это вопрос. Ну, обычно там подразумевается, что там предпоследний слой какой-нибудь. Ну, какой-то разумный слой, скажем так. Вот мы берем это представление. Собственно, на самом деле, саму нейросетку мы тоже оставляем. Вот она наша нейросетка. Мы по-прежнему на вход будем давать х, но мы его заморозим полностью. То есть, мы сделаем то, что с цветочками было. То есть, мы заморозим все веса в этой сетке. Они не будут учиться. Понятно? Дальше мы получаем вот это представление. И на вот этом представлении мы просто к нему добавляем еще маленькую нейросетку. Чтобы эта маленькая нейросетка предсказывала нам какой-нибудь Y. И вот эта маленькая нейросетка, она уже будет учиться в супервайс-режиме предсказывать Y. Понятно? Отличие, опять же, от какого-нибудь селф-супервайза состоит в том, что у нас таких сеточек мы можем... Ну, то есть, мы изначально утверждаем, что вот этот эмбейдинг, который мы получили, он подойдет для того, чтобы решать абсолютно разные задачи. Предсказывать Y1 и предсказывать Y2 и так далее, и так далее. Причем нам заранее все эти задачи неизвестны. Вот. А почему это на самом деле еще интересно, кроме того, что вот типа просто супервайз стирает какие-то фичи? Вот представьте себе, что у вас есть какой-то датасет, ну, например, у Гугла есть датасет на 300 миллионов картинок. По-моему, даже больше. Вот. 300 миллионов картинок, если даже там, ну, они весят очень много. Ни один терабайт они будут весить, если они в хорошем разрешении. Очевидно, что обычный исследователь, который вот хочет чем-то там поработать, он не может себе позволить весь этот терабайт картинок куда-то выгрузить. Согласны? По интернету их там, если бы даже Гугл открыл этот датасет, он на самом деле закрытый. Даже если бы он открыл этот датасет, по интернету таскать эти изображения, ну, это было бы интересное приключение. В общем, очень сложная задача. И, кроме того, обучить такую сетку очень сложно. Потому что если у вас 300 миллионов изображений, и у вас там, вы можете за раз подать только 256, ну, можно все представить, сколько такая нейросетка будет учиться. Просто одну эпоху, чтобы пройти весь датасет, требуется очень-очень много времени, если вы учитесь на одной карте. А у Гугла есть возможность учиться там на сразу огромном количестве карт. Вот они все учат. Они учат вот такую нейросетку в self-supervised режиме на 300 тысячах, вот 300 миллионах изображений. И они веса этой нейросетки, они саму нейросетку не выкладывают, а веса они выкладывают. И у вас вот есть вот эта часть, которая видела за свою жизнь, то есть она видела очень много хороших вещей, скажем так, 300 миллионов изображений. Она понимает, что в них есть плохого, что в них есть хорошего и так далее. Она их реально очень хорошо выучила благодаря вот этой задаче, которую мы сами, ну, Гугл сам придумал. И дальше вы можете эту нейросетку использовать для очень разных подзадач. И как бы у вас эта нейросетка будет вам, ну, непрямым образом и давать информацию о вот этих 300 миллионах изображений, как бы самый смак. То есть это условно говоря, как будто если бы у вас было 30 тысяч статей по объекту, который вы хотите изучать, а вам вместо этого просто дали один ревью, который содержит вообще всю информацию, которая в этих 300 тысячах статей изложена. То есть, ну, выгодно. Вот. Соответственно, на самом деле дальше возникает, конечно же, вопрос, а как вот эти задачки формулировать? Сколько их можно сформулировать? Оказывается, что их можно сформулировать огромное количество. То есть вот реально вот эта задачка далеко не единственная, которую можно представить. И на текстах тоже можно придумывать очень разные задачки. Но вот в случае с Бертом получилось, что этот маскет-лэнгвич-проблем, она действительно очень крутая. То есть ее можно адаптировать к очень разным доменам, очень разным текстам, и она там будет действительно давать очень внятное представление. Вот с пазлами похуже. Что придумали? Значит, первая идея, которую придумали, ну, давайте дайте контраст с Тифленом сначала просто раскрою, что такое, а потом симклеим. Значит, давайте мы возьмем два из... Значит, научим нейросетку таким образом, что вот у нас есть два изображения. Мы оба подаем на вход нейросетки по очереди. Так, давайте я каким-то другим цветом нарисую. Значит, вот это подали и получили красненький эмбейдинг. То есть эмбейдинг этого... Ну и подали вот это. Второе изображение. Получили синенький эмбейдинг. Вот. И идея, на самом деле, состоит в том, что мы хотим, чтобы если эти два изначальных изображения были похожи, то у нас и вот эти эмбейдинги будут похожими. А если у нас эти два изображения изначально были разными, то эмбейдинги должны быть разными. Понятно? Но опять же, это задача, которая для изображений очень естественная. Ее действительно, ну, то есть ты можешь показать ребенку там фотографии одной и той же кошки, и часто он догадается, что это одна та же кошка. Если ты ему покажешь фотографию кошки другого цвета или вообще собаки, он, конечно же, догадается, что это явно разные животные. Ребенок нормальный. Ну, то есть мы понимаем, что опять же, эта задачка, она такая очень естественная. Вопрос в том, как учить нейросетку всей этой магии. Вот напрямую вот таким образом учить ее не очень хорошо, потому что, во-первых, похожие изображения, их надо еще как-то получить. Это не тривиальный момент. А во-вторых, может возникнуть ситуация, что вы, похоже, это изображение получили, но отличить похожие изображения от абсолютно непохожих очень легко. Ну, то есть, типа, действительно может быть, и у вас в итоге просто нейросетка будет очень фигово учиться, поэтому вот в простом таком варианте это, к сожалению, так не выстрелит. Вот. Поэтому одна из архитектур, которая до сих пор используется, точнее, подходов, скорее, не архитектура, это подход, которая до сих пор используется, это идея следующая. Значит, у нас есть картинка изначальная. Давайте мы ее аргументируем. У нас две картинки, на самом деле. Мы их аргументируем двумя способами. Вот первый способ и второй способ. И эту и эту. Как я уже говорил, да, давайте мы вот эти два изображения, которые заведомо друг от друга отличаются, а у нас, скорее всего, в датасете не будет двух одинаковых изображений, отличающихся только аргументацией, поэтому мы просто берем два изображения, любых из датасета. И аргументируем их по-разному. Вот это аргументируем. Лет. Значит, что мы за счет этого получили? Мы получили, на самом деле, два изображения в этом случае и в этом случае, которые, на самом деле, друг на друга похожи. Согласны? Ну, вот, слушай, они получены аргументацией одного и того же исходного изображения. То есть, у нас здесь кресло и здесь кресло. Просто там в одном случае мы его обесцветили, а в другом случае мы отрезали от него часть. Там и здесь собака, и здесь собака. Но в одном случае мы там опять же обесцветили и обрезали часть, а в том случае мы поменяли палитру и тоже обрезали. Понятно? То есть, по идее, у нас вот эти два объекта, они более похожи друг на друга, чем вот эти. Чем на вот эти. И вот эти два объекта похожи друг на друга больше, чем вот эти. Понятно? Вот. А дальше мы, соответственно, нейросетку учим следующим образом. Мы учим ее... Значит, мы учим ее следующего. Мы учим, чтобы у нас вот эти, чтобы эмбейдинги... Значит, это одна и та же нейросетка на всякий случай. Мы ее в данном случае используем четыре раза как бы. Получили четыре эмбейдинга. И как я уже говорил, мы вот эти два эмбейдинга, мы требуем, чтобы они были похожи. И вот эти два мы требуем, чтобы были похожи. А все остальные пары мы требуем, чтобы отличались. Понятно? Вот. Соответственно, если учить нейросетку с правильным лоссом, вот он вот здесь приведен, то у вас получится, то у вас в результате получится, ну и минимизируя этот лосс, у вас в результате получится выучить хорошую... Ну, нейросетка выучит вот эти хорошие представления. Опять же, на самом деле не все так просто. Оно названо SimKLR, потому что это как раз simple framework for contrastive learning. Почему так? Потому что другие методы работают еще более багануто обычно. Но суть в том, что даже вот этот метод не факт, что сработает именно на ваших изображениях. Он может не обучаться, он может обучаться плохо и так далее, и так далее. Ну вот такое бывает, к сожалению. Следующий подход тоже интересный, он как раз-то более простой. Заключается он в чем? Мы берем наше исходное изображение, причем, вы заметите, тут просто одно изображение. Вот здесь, в этом подходе и вообще во многих очень подходах нам нужны так называемые негативные пары. Но это как раз-то то, что у нас вот это изображение точно отличается от этого. Соответственно, если у нас негативных пар мало или у нас действительно есть похожие объекты там, как в случае с последовательностями, то мы можем просто вот эту штуку неправильно обучить, потому что у нас в коде аугментации появятся в реальности похожие объекты с этой стороны и с этой. То есть они реально похожие. Негросетку мы будем штрафовать ни за что. Вот этот подход, он пытается этой проблемой избегнуть. Он говорит, что давайте просто возьмем исходное изображение и будем тоже его двумя способами аугментировать. Причем мы в одном случае сделаем более тяжелую аугментацию, чем во втором. То есть у нас в одном случае останется от картинки только маленькая часть, а во втором случае большая часть картинки будет сохранена. И дальше мы хотим, чтобы, значит, мы пропускаем эти два изображения через нейросеть. Они на самом деле друг от друга, то есть вот это вроде, ну это плюс-минус одна и та же нейросети, но они друг от друга чуть-чуть отличаются, хотя, как потом было показано, это не особо важно. Значит, мы получаем одну, один имбейдинг, получаем второй имбейдинг и дальше мы хотим, чтобы эти имбейдинги были похожими. Понятно? Значит, если понятно, то тут есть нюанс, что можно понять еще, почему это не должно работать, вот как я это описал. Потому что на самом деле самый простой способ сделать, чтобы эти имбейдинги всегда были похожими, почему вам и нужны были негативные пары, это просто всегда предсказывать ноль. Если здесь просто вместо всех значений начать предсказывать нолики, вот здесь нолик будет и здесь нолик, то это тоже решение задачи. Понятно? И оно, типа, у вас лос действительно будет минимальный, просто потому что вы там считаете какой-то лос, но что бы вы там не определили, между одними и теми же ноликами лос будет нулевой. И с этим ничего не сделаешь. Вот. И поэтому, на самом деле, вот эти негативные пары с ними все и мучаются. И мучились, и, скорее всего, будут мучиться. Потому что вот этот подход, он вот в таком формате, как я описал, он не работал вообще никогда. Но люди придумали очень интересную историю, заключающуюся в том, что у вас на самом деле эти нейросетки, они отличаются не только за счет того, что там на самом деле есть слой промежуточный один еще, а у одной. А за счет того, что главное отличие, что вот здесь вот можно это увидеть. Есть вот такой значок SG, значит, расшифровывается, ну, как Stop Gradient. Значит, в чем идея? На самом деле, в ходе обучения мы учим только эту нейросеть. Вот это изначально, ну, инициализированные они одинаково. Да, действительно, правда. У этих инициализаций у них одинаково. Но учим мы вот только вот эту нейросеть. То есть лос, считай, проходит градиент, и обновление весов проходит только по вот этой сети. Ну, пока опять же это не будет работать по понятной причине, потому что если мы вот эту сетку не учим, то она будет всегда выдавать случайность какую-то. Ну, хрень будет выдавать, да? Учить нашу нейросетку выдавать хрень тоже странно. Вот, поэтому делается несколько хитрее. На самом деле веса вот этой нейросетки, они обновляются. Но они обновляются с задержкой, и они обновляются не градиентом. А они с собой представляют просто экспоненциальное среднее весов вот этой сетки. То есть у нас были, то есть вот мы взяли, пропустили изображение одно через эту сетку, второе через эту. Посчитали лос, обновили веса этой сетки, да? А у этой нейросетки, у нее веса будут, то есть у нее каждый вес будет обновляться, так, как тут, можно сказать, что-то. А, так вот. Значит, у нее вес будет обновляться, как, пардон, сейчас. Да, там я вижу, что звание. Значит, вес будет, да, пардон, вес будет обновляться, как, ну, он же предыдущий, там, домноженный на 1 минус гамма, например. Ну, тут можно, в смысле того, как мы определяем гамма, плюс вес текущей вот этой сетки. Понятно? То есть у нас вот эта сетка, это некое усреднение вот этой сетки во времени. Понятно? То есть мы считаем, что было до этого. Вот получается, что у нас вот эта сетка, она с этой сеткой немножко, ну, как бы, то есть она будет, вот эта сетка отставать от вот этой. И оказывается, что если все вдобавок с тем, что аугментации тут на самом деле у этих нейросеток очень сильно разные, по своей природе это позволяет вот этот минимум, который тут все равно есть, то есть все равно нолики можно предсказать, и будет все хорошо, он позволяет его миновать. То есть оказывается, вот нейросетка почему-то, у нее не получается нолики предсказывать, а она просто берет и начинает предсказывать то, что действительно надо. Хорошо. Значит, идем дальше. Значит, оказывается, что если таким методом обучить нейронную сеть типа Дина, ну, то есть просто таким же методом, просто на изображениях мы ее обучим, и она просто, ну, там просто конвенционная нейронная сеть. Значит, вот как раз вот этот центр, это дополнительный слой. Значит, мы ее будем обучать, и что у нас получится? У нас получится, что такая нейросетка, у нее если просто взять правильный слой, она значит, оказалось, что если у этой нейросетки, там, на самом деле, не, я в руках, на самом деле, там, ну, кроме конвенционной, там, да, там еще были, там на трансформерах училась, собственно, поэтому у них attention head'а получились. Значит, если у этой нейросетки просто там взять последние брендинги последнего, по сути, слоя, который, опять же, это сделан при помощи трансформеров, ну, или, опять же, с конвенционной тоже подойдет, то у вас окажется, что эти слои, они научились выделять на изображение какие-то интересные вещи, то есть какие-то слои, какие-то там части слоя, точнее, научились там выделять на фоне зарослей птичку, а на фоне моря караб и так далее, и так далее, какие-то научились, наоборот, фон выделять, и так далее, и так далее. То есть вот вы просто берете вот эти, там, опять же, multi-head attention, мы помним, там было несколько эмбейдингов на каждый, ну, на каждый слой, на фон, на каждый объект. Вот вы берете разные из этих эмбейдингов, у вас каждый эмбейдинг, он дает какую-то очень интересную информацию. Если их усреднить, там тоже оказывается что-то полезное. Вот, если взять эти эмбейдинги и просто построить на них промо-юмап как раз-то, то окажется, что нейросетка будет действительно разделять разные объекты по разным кластерам. То есть у вас птицы будут в одном кластере, там, обезьяны в другом, собаки в третьем, музыкальные инструменты и прочее там еще в каком. Понятно? То есть вы, по сути, действительно, вот такой задачей абсолютно странной. То есть эта задача, вот я говорю, у нее есть минимум, реально минимум ноль. Но вы, если правильно ее настроили, это на самом деле ужасно неустойчивая штука, а если правильно все это настроить, у вас получается выучить эмбейдинги и эти эмбейдинги реально очень хорошо решают, ну, в данном случае они просто кластеризуют ваше изображение. Но более того, если просто использовать эти эмбейдинги для того, чтобы там отличать одно изображение от другого, то, например, у вас эта Дина научится очень хорошо отличать дубликаты. То у нее качество будет лучше, чем у Superwise-трансформеров, обученных специально для изображений, и будет лучше, чем там еще несколько архитектур. Кроме этого еще и другие есть. Понятно? Получается, опять же, круто. Так, ой, два раза скопировалось. Вот, кроме этого, ну вот, на самом деле они, у них до сих пор этот GitHub доступен, и можно просто проверить для себя, что вы, ну, есть можно запустить это все, взять любое изображение, в том числе, которое вам интересно, и вот его вставить сюда и запустить на нем нейросетку. В данном случае вот я его, это изображение заранее подгрузил, и вот видно, что действительно у меня эта птичка выделяется. Вот видно, что у нее действительно все правильно делается. А, это изображение из репозитории, да. А можно подгрузить, например, изображение легких. Ну, какое было в интернете такое, и взяли, и посмотреть, как оно будет сегментироваться. Легких, но точно в датасете, на котором тренировали Дина, не было. И видно, что на самом деле все равно вот эти легкие, они, ну, как-то расчащиваются, и на самом деле там действительно вот, типа, ствол и так далее, то есть оно действительно что-то там увидело. Понятно? То есть оно может сегментировать, по сути, картинки вообще из домена, которые она раньше не видела, тоже с какой-то допустимой точностью. Ну, там, понятно, что, опять же, видно, что вот разный первый хэт, он больше видит вот эту часть, у второго реакция больше идет на сами легкие и так далее, и так далее. Вот, понятно, что вы не можете это использовать в медицине, вот, as is, но получается, что вот эти бейдинги, если они не до, просто не обучавшиеся на этой задаче, такие классные, то, возможно, вы их можете дообучить, получится еще лучше. Понятно? Вот. Ближе к, ну, если там ближе к каким-то практическим применениям, вот этот маскет-ленгвич-модел, ее можно применить и для того, чтобы работать с последовательностями. Значит, что вы делаете? Вы берете выравнивание. То есть, почему это MSE и трансформер? Потому что Multiple Sigma Salignment. Значит, вы берете это выравнивание, просто, значит, да, если кто-то вдруг знает, что такое выравнивание, просто берем там последовательности, ну, в данном случае белков, и выравниваем, и ставим там буквы, ну, выравниваем их так, ставим их друг по другу так, чтобы у нас аминокислоты, которые там, вероятно, имеют общее происхождение, стояли рядом. Значит, мы их так вот наставили много, у нас там может получаться будут колонки, которые глубоко консервативные, то есть, в которых просто стоит только одна аминокислота, могут быть аминокислоты, колонки, в которых стоят похожие аминокислоты, могут быть в колонке, в которых там стоит что угодно, то есть, там, просто любые, любые аминокислоты там стоят. Вот. Дальше мы берем и учим нейросетку вот на таком выравнивании восстанавливать буквы. А почему их нужно восстанавливать? Потому что мы просто берем и часть буквок затираем, то есть, просто взяли вот здесь колонку, затерли, здесь там часть буквок затерли, можем целую колонку затереть и попросить ее восстановить, можем так вот затереть, ну, по-разному, понятно? Просто на этой матрице, вот, которая у нас получилась, по сути, из последовательности, часть буквок мы скрываем. Дальше мы используем специальную форму, как раз-то attention механизма, который, ну, просто так сделано, чтобы память не сильно гробить. То есть, сначала он смотрит по колонкам, а потом он смотрит по столбцам, ну, по строкам, понятно? Вот, то есть, мы один раз вот посмотрели по строкам, все это обработали, потом посмотрели по колонкам, и вот так вот продолжается несколько блоков. Значит, ну, какое-то еще обоснование, что вдоль колонки у вас стоит, по идее, так называемые, гомологичные аминокислоты, то есть, там, кислоты, которые вот, как раз-то имеют общее происхождение, поэтому можно догадаться, что там, если здесь, там, стоял лейцин, то изолейцин тут тоже может стоять и так далее. То есть, мы даем нейросетке возможность посмотреть, какие аминокислоты, в принципе, в этой колонке бывают. А когда мы смотрим на строчку, мы позволяем нейросетке обратить внимание о том, какая последовательность, в принципе, окружает вот эту конкретную аминокислоту. То есть, опять же, у нас понятно, что некоторые аминокислоты, они любят стоять в окружении одних аминокислот, а некоторые в отношении других. Там, условно, гидрофобные аминокислоты там любят стоять вместе. Поэтому, если у нас там справа 10 аминокислот гидрофобных и слева, то, наверное, и та, которую мы взяли, тоже гидрофобная. Понятно? Вот. И вот это мы все учим. И, опять же, оказывается, есть такая модель, значит, я не написал название, скорее всего. Значит, модель называется, ну, их много сейчас. Значит, они все ESM, но они очень разные. То есть, там есть, которые на вот этом МАЛТИ, который на МСА основан, которые там новые совсем архитектуры, есть более старые. В общем, если взять эту модель и просто посмотреть, какой эмбейдинг она выдает для вот такой вот матрицы, то есть для каждого из этих аминокислот, по сути, то оказывается, но не может оказаться, оказывается, что выученные эмбейдинги позволяют вам понять, какая аминокислота будет с какой взаимодействовать в структуре. Заметьте, здесь мы на вход структуру вообще не подавали. Это видно, я думаю, да? То есть здесь подается только последовательность. Но на самом деле, опять же, это известный факт, что из выравнивания вот этого большого количества последовательности действительно можно кое-что понять по структуру. В структуре Фаполт это и используют. Вот, и конкретно в данном, в данной ситуации, эта статья вышла раньше, чем просто Альфа-Фолт появился, как это в этой ситуации у вас действительно, ну, вот просто из этого вот из выравнивания нейросетка учится выделять только кеминокислоты, в том числе, ну, которые взаимодействуют, потому что это помогает и восстанавливать их, ну, и в то же время вот побочно это действительно кеминокислоты, которые будут в структуре стоять рядом. Вот. И на самом деле, опять же, если вы полезете в статью про Альфа-Фолт 2, там тоже есть похожий блок. То есть они точно так же, у них тоже есть вот этот колум и raw attention, и они тоже учат там маски language problem, и у них тоже это вот очень хорошо работает, то есть это является важной частью их архитектуры. Вот. Так, теперь графовые нейронные сетки. Значит, ну, что такое графы, я думаю, всем приблизительно понятно, да, то есть графы у нас состоят из чего? У нас у графов есть вершины какие-то, есть ребра. В принципе, опять же, в машинном обучении иногда вы работаете с вершинами, и чаще всего вы работаете именно с вершинами, но иногда так оказывается, что легче задать сами ребра. Понятно? Ну, и дальше можно подумать вообще, что у нас представимо в виде графов. И оказывается, что на самом деле представимый в виде графов, в принципе, при большом желании, вот апологеты графовых нейронных сеток, они сразу оговорюсь, на данный момент графовые нейронные сетки, они не очень в большом количестве областей прям выстрелили. Но апологеты машинного обучения, именно графовых сеток, они говорят, что вообще говоря, вы изображение можете представить как граф. Что у вас вот этот пиксель, он взаимодействует с этим пикселем, с этим и с вот этим. Понятно? То есть, в принципе, так можно сделать, конечно, только нафиг непонятно. Вот, более того, на самом деле, если очень сильно задуматься о том, как работают трансформеры, можно понять, это действительно, то есть это действительно правда, и утверждают опять же апологеты всей этой истории, что трансформеры, это тоже, они во многом как раз-то работают, как графовые нейронные сети должны бы были работать, если их очень жестко зарегуляризировать. Вот. Соответственно, такая вот история. А, это Арсений? А, понятно. Да, Арсений. Спасибо. Так, ладно. Окей, ладно. Значит, теперь начинаем дальше. Значит, вот у нас есть эти, значит, у нас есть граф, и, в принципе, в биологии у вас очень много историй, когда у вас, вам, у вас действительно граф. Ну, самое там, на самом деле, известное, например, это всякие базы данных, стринг и прочее, когда у вас просто есть значки взаимодействия между разными белками, то есть, что у вас они там коэкспрессируются, что они там как-то взаимодействуют просто в клетке, что один влияет на экспрессию другого, что они там гомологичны и так далее, и так далее. Вот у вас может быть много таких белков, и, в принципе, из этого у вас получится граф. Согласны? Ну, то есть, это будет граф. Хорошо, окей. Значит, кроме этого, у вас то, что тоже часто используется, давайте перелеснем, это будут, собственно, молекулы. Вот то, где действительно графовые нейроны сетки выстреливают, это молекулы. Почему? Потому что с молекулами очень тяжело работать при помощи конвалиционных обычных нейронных сетей и при помощи рекуррентных всяких сетей, и трансформеры тоже не тащат. Простые трансформеры, они не очень хорошо выступают на этом поле. Вот, потому что у вас есть очень большая проблема с молекулой, то, что она действительно граф. Вот действительно молекула химического вещества – это граф. И он может быть очень разного размера, и поэтому у нас часть нейросеток автоматически отсеиваются. Он может, там могут быть очень неочевидные взаимодействия, которые тоже нужно как-то отловить. Они могут быть очень дальними, и так далее, и так далее. Вот в этой ситуации вам действительно очень сильно помогают именно графовые нейронные сетки. Более того, на самом деле, ну вот кроме того, таких простых молекул, в принципе, иногда в виде графа представляют белок. Это тоже иногда работает в каких-то там не очень сложных задачах, но тоже может помочь там выделить активный центр белка и так далее. Ну, сравнительно не очень сложных. Вот. Соответственно, графы, на самом деле, можно представить по-разному. Их обычно вот в алгоритмах очень любят представлять в виде списков смежности, когда вы просто пишете для каждой вершины, с какими она взаимодействует. И, собственно, если вы там будете какой-нибудь работать с каким-нибудь стрингом и прочим, у вас точно так же… Ну, то есть, вы, например, обычно работаете, что вы берете один белок, и вам интересно, с какими он взаимодействует. Так? Поэтому вам удобно вот этот списочек получить. Но что еще, что как бы… Что более удобно для компьютера и для работы нейронных сетей, это то, что вы можете представить все это в виде матрицы смежности. Вот такой вот. То есть, вы можете взять и просто написать, что вот там одна вершина взаимодействует с другой и так далее. Более того, тут не обязательно ставить просто сам факт взаимодействия. Вы можете здесь написать, что там силу этого взаимодействия, что это там не просто один, а один на один, а здесь сила этого взаимодействия, соответственно, там 9, например, и так далее. Понятно? Вот. То есть, вы можете эту матрицу действительно записывать какую-то информацию о ребрах. В частности, у вас эта матрица может быть не обязательно двумерная. У вас может быть она трехмерная. То есть, у вас о ребрах сразу есть большое количество информации. Понятно? Вот. Хорошо. Значит, опять же, есть очень важная история про то, что на графах очень любят получать эмбейдинги. Собственно, почему у нас такой переход от self-supervised к графу? Потому что для графов очень частая история заключается в том, что за счет как раз того, что они очень большие, они очень неудобные, нам оказывается легче обучить нейросетку в каждой ноде, генерить такое представление, с которым мы дальше будем работать. То есть, мы по по итогу работы нейросетки просто вот для конкретной этой ноды получили все, что о ней нужно знать. Вот дальше мы берем этот эмбейдинг и на нем учим какую-то дополнительную задачу, которая нам, собственно, была интересна. Поэтому получается, что для графов иронных сетей self-supervised вот эти подходы их как бы сам божника велел. Вот. И первый, на самом деле, self-supervised подход, как не знали те, кто это делал, он был на текстах сделан. Собственно, вот его адаптировали к графовым нейронным сеткам. Значит, идея этого подхода была следующая, что мы хотим просто для слов получить эмбейдинги. И как мы это будем делать? Будем при помощи двух задач. Первый вариант. Мы даем контекст и одно пропущенное ровно слово. И вот его именно нужно предсказать. То есть это такой предок Muscat Language Problem. То есть когда мы просто вот одно слово хотим предсказать. И у нас действительно в ходе этого придумываются хорошие эмбейдинги для слов. Ну и есть альтернатива. Мы по слову хотим предсказать, в каком контексте оно вероятнее всего находится. Эта задача на самом деле сложнее, но тоже дает очень хорошие эмбейдинги. Вот. Но сейчас она сама по себе не используется, хотя она давала очень интересные результаты для своего времени. То есть, например, получалось то, что вот у вас есть мэн и у вас есть кинг. И у вас мэн и кинг, они расположены на одинаковом расстоянии от, соответственно, вумен и куин. Понятно? То есть на самом деле вы можете из кинга, например, вы можете вот на эту разницу, сейчас. Ну да, то есть вы можете посчитать разницу между мэн и вумен. То есть вумен минус мэн. Понятно? И вот эту разницу добавить к кингу. И у вас получится королева. Это действительно показывает, что так оно работает. Кроме того, у вас можно там менять формы глаголов. То есть свиминга получает там свом. То есть, опять же, из волк вычтем волкин и к свимингу добавим эту разницу. Понятно? То есть у вас получается так называемый векторный арифметик. Кроме этого, у вас там тоже на приблизительно одинаковом расстоянии оказываются страны и их столицы. То есть вы можете из, опять же, из страны вычесть столицу и добавить это, фу, из столицы вычесть страну и добавить другую страну. И у вас получится другая страна. Понятно? То есть вот мы взяли там из Мадрида Спейн. У нас осталось, собственно, только то, что характеризует слово как столица. И мы получаем вот этот айтели. Так. Таким образом можно все вот эти слова получить. Но это как бы такая старая история. Она сейчас почти не используется. Но оказывается, что можно на графе такое создать спокойно. Значит, берем граф и просто по нему случайно блуждаем. То есть мы можем из одной вершины попасть в другую. Вот давайте просто возьмем и из этой вершины, вот из которой мы оказались случайно, из всех ребер выберем какое-то одно и по нему пройдем в другую вершину. Окей? Потом из этого, из этого ребра, из этой новой вершины мы точно так же случайно перейдем. Окей? Мы так можем делать много-много раз. Согласны? В данном случае, например, мы там, причем нам необязательно даже, то есть мы можем пойти вот так, потом вот так, потом обратно сюда, потом опять сюда, потом зайти сюда, потом пойти сюда. Понятно? Что такое случайное блуждание? Вот. Мы можем это случайное блуждание записать. Например, у нас эти там вершины были А, Б, С, Д. Вот мы их записываем, что мы из вершины А, давайте из вершины не будем, просто даем вершину Б, С, потом мы, ну допустим, мы вернулись действительно в эту вершину А уже, потом мы пошли, там еще была одна вершина, я ее пропустил, пусть это будет Е. Потом мы получили Д и так далее, и так далее. И мы можем опять же пытаться решать задачку, ну, задачки двух видов. Либо по вершине получи, какое у нее будет окружение по своему представлению именно по векторам, либо можем задачку, что, типа, вот тебе последовательность случайной прогулки, а какая вершина имелась в виду. Понятно? Вот. И когда мы решаем эту задачу, точно так же, как с вот этим World to Vector, мы на самом деле получаем хорошие представления этих двух вершин. То есть, вот, собственно, нарисовано. Ну и опять же, можно делать, на самом деле, эту случайную прогулку немножко по-разному. Ее можно делать там разными алгоритмами, и в итоге у вас будет получаться разная информация. Но оказывается, что вот этот имбрейдинг, который вы получаете, он на самом деле очень интересный, и он для многих задач до сих пор работает. То есть, вот, в то время как вот этот World to Vector, он, по сути, ушел в прошлое, и его почти не используют, только как бейзлайн какой-нибудь. А вот в случае с случайным блужданием, когда мы хотим предсказывать именно имбрейдинг, ну, точнее, на самом деле не предсказывать, когда мы хотим получить вот имбрейдинг вершины при помощи так называемого алгоритма, он называется DeepWalk, то у нас получаются действительно имбрейдинги, которые можно использовать для различных задач, и они будут не очень плохие. Ну, следующий вариант, разумеется, основан на нейронных сетях, и хотя его можно представить в виде матриц, мы его будем более просто представлять. Вот представим себе, что у нас есть вот такие вот вершины. Вот эти B, D и C, они там плюс-минус друг на друга похожи, поэтому они в синенькие покрашены. Желтая вот у нас такая-то, и еще есть вершина E, да, зеленая. Значит, на каждом шаге алгоритма у нас все вершины сообщают своим соседям о том, что они, в принципе, существуют. Понятно? То есть вот у нас есть одна вершина, она сказала о себе. Ну, да, тут нарисовано где еще. Вот. То есть одна вершина. Эта вершина сказала о себе, это сказала и это сказала. Окей? Поэтому это message passing, потому что мы, собственно, передаем сообщение. Дальше на основе этих сообщений, вот этих трех полученных сообщений и имбейдинга самой вершины текущего, мы получаем какой-то новый имбейдинг. Понятно? И теперь этот имбейдинг записан вот здесь. И делаем это все одновременно, поэтому у нас одновременно обновляются имбейдинги и вот этих вершин, и вот этих. Понятно? То есть просто тут к вопросу, с какой вершины начать, мы делаем эту операцию одновременно. Вот. А вот эту агрегацию, собственно, у нас может делать нейронная сеть. Понятно? Вот. И за счет этого у нас получается со временем в эти вершины засовывать какую-то новую полезную информацию. Чем дальше, тем больше. Вот. И сделав несколько таких шагов, мы в итоге получаем полезные имбейдинги, из которых можно что-то там интересное вытащить. Дальше что мы можем сделать? Значит, у нас есть два варианта. Либо нам интересна информация про каждую вершину. Ну, например, вы там родите электронную плотность на каждой вершине, предсказать, если это у вас атомы. Тогда вы берете на каждый имбейдинг, его подаете в другую нейросетку, и на стороне этого просто дообучаете. Второй вариант. Вам нужно что-то сказать обо всей молекуле или обо всем графе целиком. Вы берете все эти имбейдинги, их нельзя конкатенировать, потому что графы могут быть разного размера. Понятно? Да? Мы их просто берем, усредняем, например, с весами или без весов. Мы это все усреднили, у нас получился имбейдинг уже фиксированной длины, и на этом имбейдинге мы там что-нибудь делаем. То есть мы мучим еще какую-то задачу. В принципе, мы можем не обязательно разносить эти шаги. То есть мы можем просто сделать так нейросеть, что у нас проходит несколько этапов месседж-прессинга. Дальше мы все вот эти истории агрегируем вместе и подаем их после следующей части нейронной сети, которая уже предсказывает итоговый ответ. Вот. И одна из нашумевших, действительно очень нашумевших статей про графовые нейронные сетки, она была про вот эту месседж-прессинг-нетворк, когда люди научились что-то делать, собственно. У них было очень много веществ, но для этих веществ было... То есть у них с одной стороны есть вещества, для которых там известно, они ингибируют рост бактерий или нет, а с другой стороны у них есть куча веществ, которые... Ну, как это? Жак-реперпесин. То есть они для чего-то, для речения чего-то используются, но в чем их плюс? В чем плюс вот этих веществ, которые уже используются как лекарства? Кто-то может подсказать? Ну, побочки их знаем, да? Вот у вас есть вещество, там аспирин, вы знаете, какие у него побочки. Если внезапно окажется, что аспирин веществ как помогает при лечении какого-то там определенного рака, вы его можете выписать, не боясь, что человек конь не двинет там на следующий день. Понятно? Вот. Соответственно, здесь та же самая история. У нас есть очень много веществ, для которых известно, что они, в принципе, безопасны для человека, и у нас есть какое-то число веществ, которые известно, что они антибиотики. Давайте мы на антибиотиках и не антибиотиках, там вещества, которые точно не антибиотики, какие-то же есть, мы на них обучимся. Предсказывать, является ли вещество антибиотиком. И будем делать это при помощи нейронной сетки. Окей? Ну, нормальная история получилась. То есть у них действительно получилось это предсказать, они показали, что у них сетка учится, показали, что у них там правильное разбиение данных и так далее, и так далее. А дальше что они сделали? Они взяли и вот на этих веществах, которые известно, что они людям, ну, либо наносят мало вреда, либо хотя бы известен этот вред, они на них прогнали нейронную сетку предсказать, являются ли эти вещества антибиотиками или нет. И оказалось, что действительно вот у них, они взяли дальше топ-10 предсказанных антибиотиков, и среди них нашлись действительно вещества с очень интересными свойствами. И более того, там оказалась такая история, что они нашли антибиотик, ну, предположительно, нового типа. То есть не просто антибиотик новый, который типа какая-нибудь мультирезистентная бактерия уже давно научилась ему противостоять. А антибиотик, которому эта бактерия противостоять не в силах. Понятно? Ну и в частности, они там, насколько я помню, они проводили эксперименты именно на бактерии, которая такая очень паршивая, она возникает в ходе дисбактерии, она вызывает дисбактериоз, возникает она после употребления антибиотиков, поэтому она к этим антибиотикам, которым ее травили, гарантирована иммунно, скажем так, экзистентную. Вот. Что не очень хорошо, конечно. Поэтому берем просто другую. Поэтому взять другой антибиотик – очень хорошая идея. Кроме этого, были другие статьи. Была вот, например, статья, где люди просто сказали, что, слушайте, вот какие бы ни хотели предсказывать квантомеханические свойства молекул, это занимает очень долго. Это действительно занимает очень долго. То есть это там тысяча секунд – это простой метод. Они не пробовали на более долгих, но если у вас большая молекула, вы там хотите сделать какие-то квантомеханические расчеты, у вас это может считаться и день, и два, там. Если вы хотите какие-то точные вещи, то три дня и так далее, и так далее. Даже если молекулка маленькая будет сравнительно, то есть не белок. Вот. И идея состоит в том, что давайте вместо того, чтобы тратить кучу времени на вот прямой подсчет, мы научим нейросетку все эти свойства предсказывать. Понятно? Вот возьмем базу веществ, для которых вот эти свойства уже посчитаны известным методом. А нейронку научим апоксимировать этот метод. И действительно у авторов получаются неплохие результаты. То есть, по-моему, именно эту сетку использовали вот здесь. Я могу наврать. Надо посмотреть, у них есть ссылка. В этой сети, в этой истории есть ссылка на нейросетку архитектула, которую они использовали. Вот. Так. Ну и на этом мы, собственно, заканчиваем. Если есть какие-то вопросы, то вы их можете задать в чате. А, Сеня, там есть вопросы какие-то? Нету? Вроде нету, да. Так. Ага. Вот. Все. На этом мы заканчиваем. Сегодня семинара нет. Сегодня у нас, как это, пицца. Еще электронное. Потому что вручение у нас электронных сертификатов. Я поздравляю всех, кто получил сертификаты. И, да, сочувствую, что они не смогли прийти, потому что тут пицца есть. Но надеюсь, что вы хорошо празднуете Новый год. Ну или там сдали уже все зачет. Всего хорошего. Да. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok